Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас обзор заказа Фоберлик по третьему каталогу. Очень много новинок, заказ на 100 баллов. Итак, поехали! Вот такая вот тяжеленная коробка одна и вот такая вот еще маленькая. Давайте с нее, с вот этой маленькой, собственно говоря, и начнем. Распаковываю всегда при вас. Нашла ножичек. Что у нас тут? А, тут у нас отдельно салфетки, девчонки. Ничего интересного. В этой коробке мне положили только, по-моему, детские салфетки, если я не ошибаюсь. Да, вот так вот отдельно. Шесть штучек я заказывала, каталог короткий должно хватить. Вот так выглядит упаковка. Здесь 50 штук. Они мне нравятся, они меня устраивают. 0+. Вообще супер. Артикул 1798. Они всегда хорошо пропитаны. У них прекрасный размер. Они мягкие. Меня устраивают они абсолютно во всем. Вот такого они размера, но они тянутся. Они очень мягенькие и очень хорошо пропитаны. Так, давайте теперь вскрывать большую коробку. Вот вам видно, как раз, да? Решила в этот раз не делать два заказа по 50 баллов. А сразу на 100, потому что каталог короткий. Не забывайте об этом. Он всего лишь две недели. Осталось совсем чуть-чуть, да? Новинок много, все хочется обозреть. Так, а вот как у нас это выглядит все в коробке. Эх, вот так. Так, ну давайте по порядку. Скорее всего, будет две части, потому что много новинок, много чего есть просвочить нам с вами, поэтому, скорее всего, будут две части. Иначе будет очень длинное видео. Вот такой подарочный набор. Здесь у нас с вами кремы для рук, да? Они, в принципе, здесь всегда классические. Здесь крем для рук питания и смягчения, крем для рук интенсивное восстановление, крем для рук надежная защита. Так, артикул 03-96. Красивая коробка. Взяла кому-нибудь на подарок. Сейчас мы с вами попробуем аккуратно распечатать, если получится. Буду пробовать, потому что здесь у нас с вами скотч. Мне кажется, не получится. Вроде аккуратненько получилось. И смотрите, у нас тут внутри стоят три кремушка. Как они выглядят на подставочке, да? Вот такие вот малышки. Поскольку по 30 миллилитров, да? Ну, красиво. По весеннему, мне кажется, получить такой подарочек, ну, в дополнение к основному или вообще, в принципе, очень приятно. Дальше, девчонки, подарок. Это Powerbank, который мне шел, наверное, каталога три. Это за VIP-программу. В каких-то периодах там выполняешь 100 баллов, получаешь подарок. У нас был Powerbank. И все те периоды, которые мне не приходило, мне компания начисляла по 300 рублей на личный счет, что очень приятно на заказы. Теперь он пришел. Артикул его, не знаю, чем он будет полезен, 780-987. Сейчас откроем, посмотрим. Внешний аккумулятор. Емкость, кстати, написано 10 тысяч часов. Это хорошая емкость, литийно-ионовый, микро-USB разъем, Type-C, USB-другой, выход USB. Материал ABC-пластик, размер 137х68х15, сделанный в Китае по заказу Фоберли. Так, здесь инструкция у нас с вами есть. И вот так он выглядит. Слушай, красивый и тяжелый вообще. Как судить по тому, насколько будет хватать долго Powerbank и насколько он хороший. Он должен быть тяжелым. Если Powerbank легкий, значит у него он будет мало держать зарядку. Вот так он выглядит. Он такой матовый. Сзади этикеточка его характеристики все. И вот у нас с вами разъемы. Класс! Слушайте, мне нравится. Он действительно тяжелый, потому что у меня есть Powerbank, есть разные. Вот которые легкие у меня один есть, он вообще не держит. В общем, если аппарат тяжелый, значит он качественный. Поэтому супер, буду пробовать. Всегда пригодится. Допустим, вот даже для лампы снимаю, куда-то ушла, где нет близко розетки. Взяла Powerbank. Очень удобно. Я хотела этот подарок. Так, чек у нас с вами. Дальше. Из новинок взяла Океану. Мист. Минеральная вода с морскими водорослями. Вот так он выглядит. Артикул его 0947. Можно использовать на глиняные маски, можно на тело, можно даже на волосы. Написано, я уже читала. Поэтому такой многофункциональный продукт. Коробочка, кстати, у нас с вами заклеена. Мист, я не помню. Нет, не по Фоберлик лайка, не по ВИП программе я брала. Просто так его брала, потому что он не сильно дорогой. На него сейчас скидка. Здесь пластик. Хотя серия у нас с вами дорогая, но она почему-то в пластике. Вот так он выглядит. Мы обязательно будем его в следующих видео с вами тестировать. Я планирую его использовать как тоник. Можно и на макияж, кстати, написано. Запах классный. Запах мне этой серии нравится. Распыляет. Достаточно мелко. Очень неплохой распылитель. Могу порекомендовать. Так. Запах вкусненький. Мне нравится вообще запах всей этой серии. Распылила на руку, чтобы посмотреть, липкость, не липкость. На лице макияж. Нет, вы знаете, легенький такой тоник, водичка, но в то же время увлажнение чувствуется. Легкое увлажнение есть на руке, да. Попробую. Если понравится, буду брать на постоянной основе, потому что пока свой идеальный тоник я не нашла. Так, поехали дальше. Дальше взяла два подарочных пакетика. У нас Ксюша учительница. Скоро день рождения. Презинки положите. Или еще кому-нибудь. Вот такие девчонки. Смотрите, вот этот совсем маленький. Он у нас в артикуле 780-932. Размер здесь, к сожалению, не написан. Я уже не помню. Я брала специально такие маленькие, вот такие веревочки. Пакетики классные. Пакетики качественные. Они плотненькие. Мне нравятся. Не первый раз беру Фаберлик пакетики. Да, вот такой. Достаточно объемный. Влезет много. Допустим, мист влезает или нет. Мист влезает. То есть и в коробке он даже влезет. И еще есть место. Вот он. Видите, мист встал в лес. Так, и другая коробочка у нас с вами вот такая. Фаберлик. Да и ее бест. Артикул 781-090. Такая классненькая, красивая, тоже яркая весенняя. Ярко-ярко. Это пакет. Так, дальше. Девчонки. Взяла и татушки, и наклейки. В следующем видео с вами тоже обязательно воплотим. Вообще, я на маникюр пойду через несколько дней. Поэтому, может быть, даже их в маникюре использую. Посмотрю тематически. Мне нравятся. Они хорошие. Они держатся хорошо. Но сверху, естественно, покрываешь все равно топовым покрытием. А варианты татушек вот какие. Смотрите, на ноге, куда хочешь. Весенние. Вот тут на шее, кстати, делали. Попробуем с вами. Красивые весенние цветочки. Но так поиграться. Ну, Ксюшки в основном переводить. Я думаю, она будет. Я с такими татушками никуда не пойду, естественно. Так, вот. Артикул наклейок для ногтей. 7967. А татуировок 6708. Поехали дальше. Дальше. Я взяла вот такой распылитель. Прикрутить к чему-нибудь. Я не знаю еще к чему, девчонки. Но я его к чему-нибудь прикручу. Артикул вам сказать не могу, наверное. Он пришел без пакета, без всего. Вот просто распылитель вот такой. Они просто не ко всему фаберлик прикручиваются. Я не знаю еще к чему, но я помню, что мне надо. Из новинок еще вот такой вот шампунь Ботаника. Там несколько новинок. У нас с вами тоже такие цветочные весенние. Это причем шампунь Бальзам цветочной терапии Пион. Я очень люблю аромат Пиона. Если он здесь есть, будет очень круто. Гелевая. Очень плотная. Видите, как долго переливается. Консистенция. Артикул 8765. Здесь есть пион. Яркая цветочная отдушка. Вот она прям яркая. Сейчас чихну. Она очень яркая. Здесь чувствуется пион весенней цветочки. Такие нечистые пионы. Я бы сказала, замиксованные с чем-то. Но отдушка интересная. Будем мы и шампунь вот эту тоже с вами тестировать в следующих видео обязательно. Так, дальше, конечно же, форм теперь беру на постоянной основе коту. На этот раз взяла сочная говядина. До этого мы брали кролика-индейку. Ему все понравилось. Теперь попробуем сочную говядину. Здесь, по-моему, 24 штуки. Да, здесь 24 штуки в этой коробке. И артикул его 162.08. И получается, что пакетик где-то в среднем стоит 30 рублей. Это не бюджетно. Я ему даю не каждый. Нет, я даю каждый день. Но они по несколько пакетов в день. На ночь я им даю сухой корм. И еще у нас есть обычную еду. Вот так выглядят пакетики. И здесь вес больше. Здесь 85 грамм. А, по-моему, если сравнивать, мы с вами сравнивали с искусом. Там 75 грамм. Здесь на 10 грамм больше. Тоже, ну, как бы имейте это в виду. Состав у него классный. Но мне кто-то в комментариях написал, что это все лучше. Посмотрите, где изготавливаются эти корма. И какие корма еще изготавливаются там. Там состав просто ужасный. И так далее, и так далее. Не знаю. Не могу проверить. Не знаю. Так, дальше взяла эликсирчик. Эликсирчик. Варю. Потому что вроде как девчонки писали, его, эту серию вообще выводят. Она мне безумно нравится. Очень давно его не брала. Мне нравится именно вот этот аквалифтинг. Зелененький, да, под номером 2. Его артикул. Маски с ним тканевые делать. У нас с их есть. Ксюша, вот и для этой цели. И вообще мне нравится, как сыворотка под любой крем. Какая-то упругость появляется. Свежесть, румянец вот от этого. Мне очень нравится. И вот эта упругость, да, аквалифтинг действительно чувствуется. 0,165 артикул. Тоже пришел запаянный. И вот так это все дело выглядит. Светло-зеленая такая жидкость. Мы с вами открываем. Нажимаем на кнопочку. В пипеточку набирается жидкость. Достаточно такая тягучая, полумаслянистая. Но никакого жирного следа. Я бы даже сказала легкое мотирование. После этой сыворотки, после этого эликсира присутствует. Очень хорошо впитывается. Очень быстро, практически мгновенно. Прекрасно кожу увлажняет. Подходит как база под макияж. В общем, средство обалденное. Так, дальше у нас с вами бытовая химия. Взяла вот такой очищающий гель для туалета. Потому что все позаканчивалось. Взяла вот такой именно захотелось. Это у нас цитрусовый микс. Артикул 302-93. Не помню, как он уже пахнет. Но все гели для туалета и берлик работают прекрасно. Кто-то чуть послабее, кто-то посильнее. Но с легкими и средними загрязнениями справляются все. Химодная отдушечка все-таки присутствует. Хотя есть и цитрусовый отголосок. Так, дальше. У нас с вами концентрированный бальзам для мытья посуды с маслом миндаля. Вот такой решила взять. Потому что он мне нравится больше всего. Потому что меньше всего сушит руки. С клубникой там ядреная такая химодная отдушка. Здесь более деликатно. Он тоже у нас с вами 0+. Поэтому подходит для мытья детских сосок и бутылок. Но он пенится хуже, нежели обычные вот такие не кремовые. Но я ему все прощаю. Артикул 396. Миндаль, миндаль, живой миндаль. Прям вот миндаль сладенький, такой вкусненький. Так, поехали дальше. Дальше новинки гелей для душа у нас с вами. 4 штуки. Все взяла. И давайте по очереди тогда их смотреть. Первый у нас с вами лилия. Вот такой вот желтенький. Люблю лимитки. Сейчас стали делать качественную отдушку. Фаберлик раньше было вообще ожидание реальности совершенно разное. 27,64 артикул лилии. Давайте понюхаем. Да, лилия. Зеленые нотки есть. Весенние, легкие. Гея для душа. Для меня почему-то отголоска еще ландыши. Я тут слышу. Но вообще прям лилия. Пахнет лилией. Достаточно ярко выражено, но не прям бьет в нос. Не бьет. Совершенно нет. Средняя такая выраженность аромата, я бы сказала. И мне очень понравилась лилия. Прям вообще супер. Прям вот лилия. Так, второй. Это у нас с вами тюльпан. Я обожаю, как пахнут тюльпаны. Но я не знаю, как это передать. Потому что у них запах такой вот интересный. Вроде не цветочный, не яркий, не сладкий. Но что-то в нем есть. 27,65 тюльпан артикул. И похоже, да. Зелень тоже. Очень похоже. Класс. И не могу даже выделить, какой мне нравится больше пока из этих двух. Так, следующий у нас с вами роза. Розу я не очень люблю в ароматах, но пробовать надо все. Ой, а здесь роза деликатная. Знаете, такая не болгарская. А роза, роза шиповник нашей средней полосы. Вкусная, нежная. Нормально. Очень даже ничего. Но те мне нравятся больше, чем роза. Так, и четвертый у нас с вами. Это, это кто? Магнолия. Магнолия. Вот так она выглядит. Вон, момент. Звонки. Магнолия артикул 27,66. Такие матовые наклеечки. Очень красивые. Здесь вот эти вот буковки все выбиты такие. Вот они шершавенькие. Так, Магнолия. Я не знаю, как пахнет Магнолия. Сладкие цветочки. С какой-то ноткой унисекс. Вот этот аромат мне нравится меньше всего. Меньше всего. Потом роза. А первое место у меня прям вот эти два. Вообще супер. Прям тюльпан и лилия потрясающие, слышите? По текстуре. Достаточно густая практически, как бальзам ботаника. Шампунь, да? Даже чуть пожиже, чем шампунь ботаника. Но тоже так долго переливается. Гелевая текстура плотная, классная. Так, дальше. Из детской малышковой линейки взяла вот такие вот средства. Это гель для подмывания. Две штуки я взяла в запас, потому что все покончалось. Фоберлик Бэби очень люблю, ценю. Хотя кто-то из девочек написал, что на шопоголике, по-моему, экоголик. Разбирали состав и что здесь он небезопасный. По крайней мере здесь четыре небезопасных компонента есть. Я с вами делюсь информацией, которую говорят мне, но проверить я ее тоже не могу никак, потому что доверять какому-то одному сайту я не могу тоже. Мало ли кто там что пишет. Статьи бывают у нас с вами заказные от конкурентов и так далее. И отзывы тоже. Поэтому, ну не знаю, нас устраивает. У нас аллергических реакций не было. Успокаивает кожу, снимает покраснение, все. И мы с Ксюшей тоже пользуемся этим гелем для подмывания. Крестюшка. Артикула 1,644. Две штуки у меня таких. Да, гель для подмывания с чередой алоэ вера. И одна штука гель для купания младенца с депантенолом и ромашечкой. Вот так выглядит артикул его 1,641. Тоже очень классно. Чередуем их, когда на что акция бывает, тогда то и берем. Еще из серии дома у меня вот такой ультракондиционер, ультрабальзам, даже ультракондиционер, бальзам для белья. Он 0+, тоже, поэтому взяла его. Я вам уже говорила, вот этот кондиционер, он делает белье, самым мягким из всех кондиционеров и берлить. Ну вот для меня, по крайней мере, сейчас, да. Артикул 118,56. Аромат классный, нежный, очень деликатный. На белье потом так тонко раскрывается. Цветочный, мягенький, такой хороший. Не сильно бьет в нос, поэтому вот этот кондиционер очень люблю. Повторила покупку, взяла праймер для губ. Пока на него хорошая цена. Он, девчонки, потрясающий. Я его пользую на каждодневной основе. Мне сколько кончится. Первый. Артикул 403,94. Он мне понравился безумно. Он выравнивает рельефы, он делает их мягкими. Я вообще забыла про сухость. Он очень плотный. Несмотря на то, что он плотный, вот думаю, что он просто сейчас выровняет, от него никакого эффекта нет. Нет, он еще и подлечивает. То есть, если у вас есть какая-то сухость, он ее тоже подлечивает. Составить что-то определенное есть. Вот такой здесь стик. И это как очень-очень твердый бальзам. Да, прям такой вот твердый-твердый. Он не тает в жаре, кстати. И как это все выглядит. Да, вот сейчас у меня на губах ничего нет. Я с утра перед выходом только вот праймер наносила. Это тоже. Он слегка выбеливает зубы. То есть, оттеночек у него небольшой есть. Зубы, губы. И выравнивает. Вот видите, все хлоп. Губки ровненькие. Все отлично. Класс. Я его обожаю. И даже вот этот оттенок мне тоже, он очень-очень нравится. Прям вообще супер. Так, поехали дальше. Что у нас еще? Еще у нас тут вот из бытовой химии что-то есть. А, декоративочка. Из бытовой химии спрей для очищения ванны душевых кабин взяла. Мне кажется, я его не брала. Я брала антиналет, а именно вот этот спрей, мне кажется, я не брала. Артикул 391. Будем с вами тоже пробовать, смотреть, как он справляется. У меня не акриловая ванна сейчас, но тем не менее, такое средство пригодится. Люблю, потому что вот распылители у них. Будем пробовать, что отмывает, как отмывает и так далее. Защищает от повторных загрязнений, тоже очень ценно. Посмотрим, кто брал, напишите, как вам. Повторила покупку, недавно откопала у себя в запасах лайнера Фаберлик подводку. Лайнер подводкой серии Глэм Тим, вот такая, да. Я пользуюсь на постоянной основе коричневой, сейчас она у меня на глазах. Я откопала красную, с ней мне тоже очень нравится делать макияж. Она такая красно-розовая, но она у меня уже подсохла, и мне захотелось еще. Артикул 5685, я сейчас вам просвочу и все покажу. Откроем ее. Мне нравятся вообще эти подводки, я с удовольствием пользуюсь. Они достаточно долго не сохнут. Красная у меня, наверное, полгода точно лежит, но я все равно смогла с ней сделать макияж. Но уже она подсыхает. Захотелось обновить. Да, вот так вот он выглядит. Очень тонкая кисточка, которой все безумно удобно прорисовывать. Можно и тонкую полосочку нарисовать, и толстую, какую хочешь. Он такой розово-ягодный, красно-ягодный. Мне понравилось над, без зеркала не очень удобно, над черной стрелкой рисовать цветное. И сразу такой... Ух ты, я нарисовала, как вот без зеркала, да? И сразу такой макияж освежающий получается. Пока еще она не застыла, ее можно поправить легко. Ой, омолюю, девчонки. Но зеркала нет. Смотрите, можно в тени растушевать. Красивый делает такой макияж, освежающий. Мне очень понравился оттенок. Почему и повторила. Делала и без коричневой подводки, как самостоятельный продукт. Тоже красиво смотрится освежающе. Вот тут не видно. Чтобы вы понимали вообще, что это за красота. Да? Мне очень нравится. Такой интересный получается макияж с этой подводкой. Так, поехали дальше. Она засыхает, кстати, вот сейчас на мазюклу опять. И застывает. У меня не размазывается. Как вас по тени, у меня только кушон. Вот она сейчас застынет. Буквально прям вот несколько секунд, и все, и она на месте. Так, дальше. Повторила вот такую коробочку конфет, потому что они реально вкусные. Девчонки, кто брал по моей рекомендации, со мной согласились. Именно вот эти. Да? Это у нас Grand Collection. И здесь несколько видов темный молочный шоколад. И они все нереально вкусные. Артикул. 160-74. Классные конфеты. Вообще супер. Прям вот рекомендую. Даже сейчас на подарки, на праздники, на 8 марта. Выходит не сильно дорого, но это реально вкусный шоколад. То есть не какой-то там Г. Так, поехали дальше. Дальше. Девчонки, взяла мицеллярочку. Очищающая мицеллярная вода для чувствительной кожи. Эксперт. Давно ее не брала. Решила повторить. В следующем каталоге у нас новинки. С вами в этой серии выходит. Очень эту серию люблю. 1,6,6,8 артикул. И это действительно гипоаллергенный уход. Это действительно очень деликатная мицеллярка, которая хорошо снимает макияж и вообще не щиплет глаза. Если вы выбираете мицеллярку Фаберлик подростку, я очень рекомендую вам присмотреться вот этой серии Фаберлик Эксперт Фарма. Все руки в подводке. Она действительно классная. Вот такой тут дозатор. И она вообще не щиплет. Ей хоть... Вот так я сделаю, да? Ей хоть в глаза лей. Все, уже застыло. Где-то у нас тут салфеточка с вами была. Ей хоть в глаза лей и ничего не будет. Поэтому у кого чувствительные глазки или кто берет своим деткам, прям рекомендую. Так, дальше. У меня тут целый пакет банок. И навинок. И чего тут только нет. Так, взяла два шарика. Вот таких повторила опять розовых. Клубничных из-за лимитки Сторода Амора. Это для Ксюши. Они классные. Они супер. После них тело увлажненное, мягенькое. Как будто там есть масла. Артикул 27-18. Пахнут клубничкой. Все здорово. В этом плане все отлично. Повторила маски Бьюти Лапа. Взяла именно ту, которая мне понравилась. Да, больше всего мне понравилась гелевая. Я от нее увидела эффекты. Он сохранялся на следующий день. Поэтому действительно, да, вот это вот Бьюти Лап Экспресс действительно маска. Очень понравились. Кто не видел, видео в инфобоксе. И здесь в конце подсказочку прикреплю, где мы с вами все три вида масок сравнивали. Гелевая экспресс лифтинг маска. Артикул 10-44. Действительно крутая. Действительно классная. Пусть будет. Так, дальше. Из новинок взяла тонизирующий скраб-актив для тела. Антицеллюлитный. Это у нас серия для похудения. Идеал Боди. 98,5 натуральных ингредиентов. Артикул 27-90. Здесь 185 грамм, чтобы вы понимали. Будем с вами тоже в следующих видео пробовать, тестировать. Здесь у нас вот так. Вот так он выглядит. Очень хустой. Очень вкусно пахнет цитрусом. Гриффрутом по мне пахнет. Частичек много. Скрабы в этой серии вообще хорошие и достойные. Подводка, кстати, вот на месте. Все, никуда не девается. Вот она на месте. И все. Так, что у нас тут еще с вами? Много чего. Из новиночек взяла вот такое мыло. Это у нас суперфуд линейка. Я не люблю линейку суперфуд. Мне вообще там продукты не нравятся никакие. Кроме вот такого мыла. Во-первых, оно интересное. Оно классное. И тоже на кому-нибудь на подарочек положить. Это у нас с вами дыня. И это действительно дыня. Очень вкусный аромат. Очень вкусный аромат. И оно очень красивое. Артикул мыла. 27,77. Посмотрите, какая красота. Прям вообще. У меня очень много бадов в этом заказе. Будем с вами все разбирать. Взяла кетчуп. Классический. Как всегда, кетчуп закончился. У меня его очень любят. И я его тоже очень люблю. Потому что он безумно вкусный. Он без сахара. Он из помидоров черри. Класс. Он очень вкусный. Так, артикул 160,50. Две штучки прям взяла в запас. Так, что у нас дальше? Дальше у нас с вами тональный крем, палеточка и бады. И давайте мы на вторую часть оставим. Уже покажу вам палетку. А свочить уже будем во второй части. 58,56 артикул. Да? Потому что уже достаточно длинное видео получилось. С чем подеть? Ой, не люблю эти коробки. Называется, ломай ногти. Прям порвать хочется. Сейчас, наверное, порву. Так. Я обязательно вам при естественном освещении все свочи сделаю. Тоже все покажу. И сделаем с вами макияж потом в следующем видео с этой палеточкой тоже. Вот так она выглядит. Я уже слышала отзывы, что она плохо переносится кистью и хорошо переносится пальцем. Красивая палетка. Во второй части подробно просвочим, разберем.